Я назвал эту тему так, она больше будет, наверное, такой темой размышления, я не пытаюсь никого обличить через нее, я говорю и прежде всего для себя, я говорю для каждого из нас, и в этом Новом году я хотел бы говорить на такую тему, нуждается ли Церковь в обновлении? Нуждая Церковь в обновлении? И я прочитаю его, хотя, наверное, прежде чем я прочитаю, я должен все-таки вас поздравить с Новым годом, да, наступившим, потому что думаю, как-то сразу так начать с таких жестких стихов будет не совсем правильно, мы еще не оправились от поздравлений и праздников, поэтому поздравляю вас, насладитесь моментом, что Новый год наступил, и мы начинаем. И стих этот очень звучит достаточно сурово и на первый взгляд, но я постараюсь пояснить, почему я взял именно этот стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 34 стих. И позже вы поймете, почему я взял стих, который как раз говорит о том, что призывает нас отрезвиться, и апостол Павел здесь Коринфянам даже употребляет такое выражение «к стыду вашему». То есть я хочу вас немного пристыдить, чтобы вы почувствовали определенную вину за что? За то, что некоторые из вас не знают Бога. И мы сегодня будем еще говорить об этой фразе. Но прежде чем мы будем говорить об этом, и я напомню, тема «нуждается ли церковь в обновлении?» Я молился вчера и размышлял «Господь, поведи меня в молитве, о чем будет этот Новый год и о чем я мечтаю в этом году». И вы знаете, как-то особым образом Дух Святой наполнил мое сердце, и то, что легло в мое сердце, чтобы этот год, который наступает, который наступил, точнее, уже 23-й год, стал для церкви, особенно для нашей церкви и вообще для церкви в Беларуси, протестантской церкви в Беларуси, стал годом молитвы, годом обновления, чтобы он стал годом движения Духа Святого в церквях. И вы знаете, когда я молился об этом, и я понимаю, что Дух Святой наполнял мое сердце, я молился, я говорил «Господь, дай нам этот год молитвы, год движения Твоего Святого Духа, год, когда Дух Святой будет посещать евангельские церкви в этой стране». И знаете, в моем внутреннем человеке зазвучал такой голос, я верю, как голос Духа Святого, который говорил. Я понимаю, что многие относятся к этому скептически, и они говорят «Ой, это может быть твои эмоции или фантазии», но это прозвучало достаточно четко внутри меня. Я не выдаю так, как за то, что я, вот послушайте пророчества на будущий год или что-то еще, но я просто поделюсь этим с вами для вашего рассуждения. И то, что прозвучало внутри, это были такие слова, что многому и многим необходимо будет трансформироваться или преобразиться, иными словами, обновиться и возродиться, принять Божье направление в жизни и Божьи решения. Я начал размышлять над этим. Вы знаете, почему нам придется трансформироваться, почему нам придется преобразиться, или почему мне придется преобразиться, принять Божьи решения? Потому что, когда мы осознанно, а я сегодня осознанно перед Богом, как пастор этой церкви, молюсь и призываю Господь, сделай этот год для нас годом движения Святого Духа в церкви. И когда мы осознанно призываем это, когда мы осознанно исповедуем это перед Богом, тогда приходит определенное состояние, приходит определенное движение Божье, которое невозможно подстроить под себя, но можно подстроиться под Него. И мы будем об этом сегодня рассуждать, и много примеров я, возможно, приведу сегодня, как Бог будет вести это. Я не хочу долго затягивать, но я хочу сказать вам, друзья, что это очень важно осознать для себя. Когда я призываю действия и обновления Духа Святого в свою жизнь, я должен быть готов преобразиться. Я должен быть готов обновиться. Я должен быть готов к тому, что что-то изменится в моей жизни. Моя жизнь не будет прежней. Мне придется покорить ее движению Святого Духа. Хорошо, и вы знаете, я приведу еще один пример, который очень коснулся моего сердца не так давно. Я некоторым людям делился уже с этим примером. Опять же, когда я молился о церкви, рассуждал и размышлял об этом, и осознанно просила Бога этот год обновления церкви в силе и действия Святого Духа, я хочу поделиться таким примером, который очень понятен для нас. Примером костра. И я с некоторыми людьми делился. И пример костра. Пример костра дает нам очень важный урок или важный посыл. Вы поймете сейчас, о чем я говорю. О том, что сила церкви не в ее служителях. Это может быть удивит вас. Но некоторые люди считают, что церковь успешна настолько, насколько успешны ее пресвитеры, пасторы, дьяконы, служители. Но, на мой взгляд, на самом деле это абсолютно не так. Вы можете иметь абсолютно замечательных пасторов, дьяконов, но при этом абсолютно, скажем так, опустошенную церковь. И эти люди будут на износ работать день и ночь, не покладая рук. Но при этом движения Духа Святого не будет в церкви. Почему я об этом говорю именно так? Каждый из вас хоть раз в жизни полил костер. Каждый из вас хоть раз в жизни сидел возле костра. Я думаю, что я себя спросил, нету таких людей, которые не сидели возле костра. И теперь вот мысленно закройте глаза и вспомните, когда вы сидели последний раз возле костра, и увидьте вот это сейчас внутри себя, внутри вашего воспоминания. Что мы можем увидеть главное в костре? Сегодня, как я уже повторил, люди ожидают от служителей. Выйдет пастор, выйдет служитель, сделает что-то, поведет, вдохновит, благословит. А потом, ой, выдохся, бедный, выгорел. А знаете почему? Потому что никто из вас, сидя у костра, не ожидает, что в костре будет гореть только одно какое-то полено, которое лежит по центру или стоит выше всех, или какое-то особо там может быть толстое, не знаю. Вы скажете, это неправильный костер. Он не даст нам огня и жара, чтобы сварить еду, согреться, чтобы было светло. И когда я спрошу вас, какой же правильный костер, вы скажете, знаете, какой правильный и сильный костер? Когда вместе лежат много полен, и они горят, и у них есть жар в центре, и эти угли, которые уже там в центре, они обладают таким жаром и потенциалом, что вы кидаете новое свежее полено, сырое, сухое, неважно какое, оно высыхает и загорается. Если вы их растащите по сторонам, они все потухнут, огонь исчезнет, останутся только угли и дым. Но как же это вместе было только что огромным большим пламенем, и теперь это угли и дым? В этом есть очень важный прообраз церкви, не современной церкви, а церкви, какой ее видел Иисус, как я верю. Я говорю, что когда мы все вместе сложены, как Библия говорит, что каждый в свою меру, член церкви, дополняя друг друга, созидая друг друга, не уповая на то, что служители сильные сделают церковь сильной, когда мы все вместе, имея единство, напоенное одним и тем же духом, тогда есть огонь, тогда есть жар, и тогда есть вот эти угли по центру костра, которые, может, уже, знаете, вот они уже не цельное полено, это уже просто яркий уголь, яркое такое, знаете, вот, не пламя даже, раскаленная такая часть, которая сама по себе, ей нечем уже гореть, но она владает огромным жаром. Для чего? Или кто это такие люди? Это люди, зрелые в церкви. Если в церкви зрелые люди не будут пребывать в единстве Духа и наполнять собой церковь, в ней никогда не будет Божьего огня. Если они будут разделены, если между ними не будет отношения, если между ними не будет единства, и этих людей не будет, никакие сильные служители не вытянут церковь никогда. Сегодня много церквей опустошены по той причине, не потому, что у них слабенькие служители, проповедников мало, служители не умеют служить, молиться, или там даров нету, именно по той причине, что сила церкви не в ее служителях. Сила церкви в самой церкви, в членах церкви, в людях. Когда мы перенесли фокус людей на служителей и ожидаем, что сильные служители вытянут церковь к духовным высотам, мы в итоге пожинаем то, что мы становимся хорошей организацией, но теряем самое главное, что должно быть и церкви – внутреннюю жизнь, огонь, тепло, силу. Мы как полень, растасканные по разным краям, и кто-то еще тлеет, кто-то дымится, мы ожидаем, что тот загорелся, или вот этот загорелся, но мы не получим результата, потому что сила церкви только в ее единстве. Каждый член в свою меру может приращение, как Библия говорит, дать силу для приращения церкви, для созидания церкви. Друзья, я говорил, что это будут размышления определенные, поэтому давайте просто настроимся на то, чтобы пропитаться мыслью, какая моя роль сегодня в современной церкви, какая моя функция, какое мое место, определенное Господом, которое я должен занять, потому что если я не буду часть этого костра, он не будет гореть. Если я не буду часть этого огня, он не будет гореть. Все просто. Сила и слабость церкви определена тем, что делают зрелые христиане, что делают, и как живут те, которые 5, 10, 15 лет в церкви. Кто они? Если они опустошены, если они увлечены грехом, если они обессилены, если они живут амбициями, мирскими представлениями, то это и будет уровень зрелости церкви. Такой и будет церковь. При всех правильных посылах на сцене, при всех правильных аккордах группы, при всех правильных словах песни, декорациях, церковь никогда не перешагнет зрелости костяка членов церкви. Почему я говорю о том, чтобы этот год, я молюсь, стал годом молитвы? Молитва в церкви – это индикатор, лакмусовая бумажка. Когда вы помещаете в прозрачную жидкость бумажку лакмусовую, то в зависимости от того, в какой цвет она окрасилась, вы можете сказать, там щелочная среда или кислотная. Молитва является индикатором. Это не упрек, это не укор, это лакмусовая бумажка, она беспристрастна. Молитвенная жизнь церкви – это всегда индикатор ее огня, ее зрелости. Знаете, когда вы приходите к костру, и там ничего не горит, и вам говорят, садитесь, греетесь, просто представьте, что он горит. Вы скажете, извините, но я замерз. Вот там у соседей горит огонь. Я его вижу, и я слышу шум огня, и я вижу, и я чувствую тепло. Я пойду туда, где есть огонь. Мне не надо представлять, что он горит. Я пойду туда, где есть огонь, где есть присутствие Святого Духа. Мне не надо доказывать, что в этой церкви есть присутствие Святого Духа. Просто у нас такая музыка или такое оформление. Там, где горит огонь, вы всегда увидите это, почувствуете. Друзья мои, я хотел бы, чтобы этот год для церкви был годом возвращения, или не возвращения, а сказать, понимания, преображения в божественные стандарты. Я хочу поговорить о божественном стандарте сейчас. Кто-то скажет, наверное, что еще за божественный стандарт. Первая книга Ездры говорит, книга Ездры говорит, 3 глава, 10 стих. Когда строители положили основание храму Господню, то поставили священников в облачении с трубами левитов, сыновей Асафовы, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали непопеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо Он благ во век милости Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед их глазами плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. Не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача, народного, потому что народ восклицал громко и голос был слышен далеко. История, когда закладывали основание разрушенного храма, снова закладывали. Как мы прочитали, одна часть народа ликовала от радости. Священники, левиты, народ радовался, но были старики, которые видели основание храма и плакали. И Библия очень четко показывает, что причина их плача, причина их вопля была не просто сентиментальность старческая, но Библия очень четко говорит, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед их глазами плакали. Отчего плакали старики? Можно много размышлять об этом, рассуждать, придумывать каких-то идей, но самое очевидное, что я могу видеть в этом месте Священного Писания и понять, что старики плакали от того, что они видели прежние времена Божьего храма. Они могли сравнить. У них было с чем сравнить. У них был стандарт. Они знали, каким был прежний храм. Друзья мои, вы, наверное, зададитесь вопросом, к чему я вообще веду, почему, какой стандарт. Я хочу дать такое определение, почему эти старики плакали, по сути, потому что стандартом для Божьего народа всегда являлось познание Бога и отношение со своим живым Богом. Это и видели старики в прежнем храме. Они видели славу. Они видели то, что храм как здание не просто обладал силой магической, но за храмом стояло присутствие живого Бога. И обетование храме, кто бы не помолился, где бы он ни был, куда бы он ни смотрел, или, скажем, как бы он ни был далеко, если он будет молиться в сторону храма, услышь его Господи. Старики знали за храмом живого Бога. И когда они видели основание этого нового храма, они плакали от того, что у них был образец в понимании и в их памяти. Это пример того, как если вы, например, приходите в галерею и видите работу, большое полотно, какое-то достаточно как бы известное, и вдруг видите, человек стоит рядом и плачет. Вы восхищаетесь, красивая работа, и вы спрашиваете, в чем дело, почему ты плачешь, глядя на эту картину? Он говорит, знаешь, потому что это копия. Оригинал сгорел во время пожара, галерея. это же красивая копия, это же прекрасная картина, но человек, который видел оригинал, глядя на копию, он плачет, потому что понимает, что это не темоски, это не та глубина цвета, это не почерк автора, это уже не оригинал, это что-то более упрощенное. Друзья мои, я понимаю, что сегодня, когда мы говорим о каких-то, знаете, таких стандартах Божьего народа, познании Бога, для многих это звучит как-то, может быть, абстрактно, но давайте я вам приведу простой пример. Если отбросить всю ритуалистику Ветхого Завета, например, приношение жертв, поклонение, всякие культовые вещи, которые, похоже, были у разных народов, на протяжении всего Ветхого Завета, если вы будете внимательно читать история за историей, от начала книги, от бытия, вы обнаружите удивительную вещь присутствие сверхъестественного Бога всегда рядом со своим народом. Это было через пророков, это было через судей, это было через тех людей, через которых Бог давал победу. Такие истории, как история, например, Гедеона, история Самсона. Вы увидите много разных примеров и историй, когда Бог сверхъестественно что-то производил, открывался, являл славу, воскрешал людей и так далее. Почему? Потому что Он был и есть живым Богом. И если отбросить всю ритуалистику, то, как говорят химики, в сухом остатке мы увидим то, что сверхъестественное присутствие Бога сопровождало его народ. И вы, наверное, зададитесь вопросом, а к чему ты вообще к теме обновления церкви? Сегодня существует такая фраза, я уже перехожу еще к одной мысли, существует такая фраза, звучит она часто, церковь не знает живого Бога, церковь не имеет отношений с Богом, церковь опустошена. Она часто звучит с одной стороны, с другой стороны, люди, как бы желая оправдаться, особенно служители иногда говорят, это духоманы, это какие-то особые люди, которые хотят каких-то там странных проявлений, явлений и все. У церкви все в порядке, церковь знает слово, церковь хранит истину и прочее, прочее. Друзья, я хотел бы сегодня задать вопрос или разбираться, имеет ли фраза, что церковь знает живого Бога, имеет ли она на самом деле смысл, или это пустая формулировка? Должна ли эта церковь, церковь Вифиль, сказать однажды, мы знаем живого Бога? Может ли она так сказать? Я хочу углубиться в одно место Священного Писания вместе с вами, чтобы порассуждать над ним. Послание к евреям, 3 глава, с 1 стиха. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его, ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил, ибо всякий дом устрояется кем-либо, устроивший все, есть Бог. Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в Его доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. И это одно из тех мест священного Писания, которые очень трудно воспринимать на слух. Поэтому мы высвечим его здесь, и вы можете следить, если у вас есть телефоны, нам свет не включили, но такую атмосферу романтично создали, но вы можете следить на экране, или в своих телефонах, в Библиях, если они у вас есть, если бумажная Библия у вас открыта и вам не видно, извините, но сегодня такая праздничная атмосфера. Итак, еще раз. Это такое место, которое очень тяжело воспринимать по простому прочтению, поэтому мы постараемся разобрать, о чем оно говорит. Апостол, или автор послания к евреям, говоря правильно, корректно, говорит, «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего». В современном переводе там слово «разумейте» стоит слово «взирайте» или «смотрите». То есть в любом случае призыв идет такой «смотрите на Иисуса Христа, Он наш первосвященник». Это важный момент, потому что слово первосвященник отсылает нас все равно к Ветхому Завету. Это формулировка оттуда. Уже это относит нас к тому, что Иисус Христос непосредственно связан с самим по себе израильским народом. Не просто как выходец из этого народа, но как и служитель этого народа, то есть как один из первосвященников. Дальше это такая маленькая ремарочка, который верен поставившему ему, как и Моисей, во всем доме. И опять мы отсылаемся к Ветхому Завету. Для чего? Потому что автор посланий к евреям пытается показать евреям, пытается показать Божьему народу, что Иисус Христос не просто пришел как самозванец, но он связывает его с Моисеем. Моисей был очень уважаемой авторитетной фигурой. Это был вождь народа. И это важный момент. Потому что когда Бог говорил через кого-то и когда мы знаем, что в Ветхом Завете народ Божий всегда знал своего Бога, это действие происходило через людей. Такими были судьи, пророки, священники, первосвященники. Одним из ярких таких фигур был Моисей. Это был вождь Божьего народа, через которого Бог прямо говорил к своему народу, через которого Бог являл чудеса. И когда люди шли, выходили из Египта, когда прочие народы слышали про израильский народ, они боялись, потому что говорили, с ними Бог. Почему? Потому что Он погубил египтян. Но чьими руками Он погубил египтян? Он не просто это сделал сверхъестественно своими руками, Он повелел это Моисею. Иными словами, друзья, Бог использовал человека для того, чтобы являть славу в своем народе. Для чего я все это говорю? Потому что автор послания к Евреям отсылает нас и сравнивает Моисея и Христа. Он говорит, посмотрите теперь на Христа. Если вы уважали Моисея как Божьего посланника, через которого Бог являл себя в народе, то теперь надо вам смотреть на Христа. И просто, чтобы подтвердить свои слова, или, скажем, даже более, чтобы закрепить свои слова, Он начинает говорить о некоторых интересных категориях. Первое, о чем Он говорит? Он говорит о славе, которую принял Христос. И он говорит, ибо Он достоин большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. Ибо всякий дом устроится кем-либо, устроивший все, есть Бог. Давайте сейчас разберемся в этом подробнее. Он говорит о славе. Я понимаю, что, может быть, это звучит как-то сложно, но я хотел бы, чтобы мы прониклись идеей, которая здесь заложена, на мой взгляд, в Священном Писании. Он говорит о том, что Христу дана большая слава по сравнению с Моисеем. Моисей был огромным авторитетом для Божьего народа, огромнейшим авторитетом. И вот он говорит, знаете что? Христу дана большая слава по сравнению с Моисеем. Это, как если сравнивать дом и строителя. То есть, он говорит о славе, приводя в пример такую категорию дом и строитель. И мы понимаем, что никогда цена дома не может быть больше цены строителя. Строитель – это жизнь, это человек, это судьба, это бесценно. Дом всегда имеет ограниченную цену. Иными словами, он говорит, если Моисей имел ограниченный лимит своих возможностей, если Моисей имел ограниченную силу в своем призвании, если я его сравниваю сегодня с домом, то слава Христа будет так, как если мы сравним дом и строителя. Слава его не ограничена, бесценно, безмерно, безмерно богатство его величия, его славы. Вы не можете оценить его, вы не можете дать ему какую-то оценку. Это безгранично. И поэтому здесь такая интересная духовная категория упомянута как дом и строитель. Мы сравним Моисея как дом и Иисуса Христа как строителя. Но дальше он вводит еще одну категорию. Это очень интересно для нашего размышления, для осознания. Он дальше говорит Моисей верен во всем доме как служитель, а Христос как сын в его доме, дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вырисовывается, друзья, такая картина. Он вводит, автор послания к евреям, он как бы заканчивая одну аналогию переходит к другой. А теперь он говорит Христос в его доме сын. А знаете, кто говорит этот дом? А дом его мы. И тут у нас, конечно, уже взрыв мозга. Если до этого еще мы понимали, о чем идет речь, мы сравниваем Моисея и Христа. И чтобы оценить эти категории, мы сравнивали Моисея как дом, а Христа как тот, кто устроил этот дом. И здесь все понятно. Мы понимаем, что ценность дома всегда ниже, ценность строителя, который его строил. Это разные категории. Но здесь он говорит А теперь, смотрите, дом его мы, а он как сын в этом доме. И теперь я понимаю, что прозвучит немой вопрос, зачем ты нам все это рассказываешь. Я хотел нарисовать, хочу нарисовать такую картину. Центральная идея вот этого божественного стандарта, что церковь, как его дом, как место его пребывания, обязана всегда знать живого Бога, иметь с ним взаимоотношения, переживания. Дом его мы, он сын в этом доме. Это его желание, его обитание пребывать среди своего народа. И вы знаете, друзья, это важный момент. Я прочитаю сейчас один текст Священного Писания, чтобы эту идею раскрыть уже словами Христа, о котором он говорил, но я хочу, чтобы вы это сейчас уловили. Когда мы задаемся вопросом, знает ли церковь живого Бога, это фактически вопрос, есть ли в этой церкви, пребывает ли в этой церкви Христос. И кто-то скажет, ну это абстракция, это философские категории. Друзья, это реальность. Это такая же реальность, как вот сравнение дома и того, кто его устроил. Когда мы говорим, ценен ли дом, да, он ценен, он имеет какую-то цену. Ценен ли тот, кто его устроил? Мы не можем его ценить. Это очень глубокая категория. Это жизнь человека, она бесценна. И здесь, опять же, он говорит, мы его дом, мы его дом, он нас устроил, он устрояющий этот дом, но, говорит, он сын в этом доме, он пребывает в этом доме. Христос не оставляет свою церковь, он ее не кидает. Он глава этой церкви, и он хочет в ней пребывать. И теперь важный момент, который я прочитаю сейчас очень фундаментально в этом плане стих, смотрите, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 стиха. Иисус сказал ему в ответ, это беседа с фарисеем, беседа с Никодимом, который знает истину, который знает Слово Божье, который знает учение, Иисус раскрывает ему вот эту тайну царства, вот эту тайну царства, что он пребывает, что он сын в доме. Но как он ее раскрывает? Смотрите, он говорит, это 3 глава с 3 стиха Иоанна, Иисус сказал в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божье. Мы на этом остановимся на секунду. Он фактически говорит, можно приходить в общество людей, можно войти в зал, можно занять место на лавочке, можно даже стать на сцене или за кафедру, но это не будет означать присоединение к Божьей Церкви. «Кто не родится свыше, кто не встретится с Его Духом, с Ним, с Иисусом, не может, как написано здесь, увидеть Царство Божьего». Иными словами, если придет человек, нерожденный от Духа и будет сидеть в собрании, он будет видеть красоту, атмосферу, оформление, стиль, слышать слова или что-то еще, но то, чего он никогда не сможет пережить при этом, Царство Божье внутри себя. Я понимаю, что это звучит сурово для кого-то, и кто-то скажет, ну как это? Это и есть то, что Писание называет духовной мертвостью, нерожденностью от Бога. Духовная мертвость может быть, или, скажем, человек духовно мертвый может быть только плотским человеком. Он мертв для Духа Божьего. Это прописные истины, друзья, но почему я говорю об этом в Новый год? Потому что моя мечта, моя молитва, моя жажда, чтобы этот год был годом молитвы Церкви в Эфире, годом движения Святого Духа, годом рождения людей свыше, обновления Церкви в Духе Святом, обновления в молитве, в жажде, в ревности. Это то, что является ключевым, фундаментальным основанием Божьего Царства. Без чего Церковь Божья невозможна, как Церковь. И смотрите, что он дальше говорит Никодиму. Никодим задает вопрос, как же может родиться человек, будучи стар? Неужели он может войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды, духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Я начинаю с его последней фразы. Иисус говорит, что бывает со всяким, рожденным от духа? Ты слышишь его голос. Ты не можешь это объяснить, откуда приходит и куда уходит. Старики, которые плакали, видя новый храм, они не могли объяснить, почему они плачут. Это моя догадка. Слово Божье это не говорит, но я так утверждаю. Они плакали, потому что глубоко внутри себя, соприкоснувшись славой храма, где пребывало Божье присутствие, новый заложенный храм, они видели пока как фундамент, как здание. Этого было недостаточно, что бывает со всяким, рожденным от духа. Не просто правильная жизнь, правильные поступки, не просто правильное вероучение, не просто правильное убеждение. Есть что-то глубже с рожденным от духа. Больше, чем просто правильное понимание, правильная доктрина, правильные объяснения. Есть голос духа, который ты слышишь, и ты не знаешь, откуда он приходит. Ты не можешь просчитать его в каждой молитве. Ты не знаешь, почему он посетит тебя именно сегодня или завтра, или ночью, почему он утром посетит тебя, или почему он проговорит тебе в какой-то особой трудной ситуации. Ты не можешь высчитать его. Ты не знаешь, откуда приходит, откуда уходит. Но, говорит, как бывает с рожденным от Духа, ты слышишь его голос. Потому рождение свыше фундаментальная и принципиальная вещь, чтобы увидеть Царство Божье, чтобы быть причастником этого Царства Божьего. И можно строить любые организации под видом христианской церкви, говорить, что это Царство Божье. Но стандарт, который Бог установил, это присутствие свое в церкви. Когда оно уходит, когда оно перестает быть, фактически организация теряет самое главное. Она перестает быть полноценной или наполненной Богом церковью. Я понимаю, друзья, что кто-то может с этим спорить. И, знаете, говорить, что как это так? Ну, что значит не родился? Родился. Я же хожу в церковь. Я же принял крещение. Я что, не рожден от Духа? У меня же тоже есть Дух. Вы знаете, для многих людей сегодня фраза «Я знаю живого Бога» – это пустая фраза. Для них она не имеет смысла. По одной простой причине. У них нет глубоко внутри своего личного переживания и опыта встречи с Иисусом Христом. У них может быть потрясающее образование, потрясающая образованность. Знать даже, может быть, детали Священного Писания. Знать философские тенденции или направления, богословские тенденции или направления. Но для таких людей фраза «молитвенная жизнь», «присутствие Божье», «напитать себя Словом Божьим» – оно будет пустой. Оно будет ничего не значить. И, вы знаете, друзья, тогда вера будет больше рациональна, как бы логична, правильно построена. Но в такой среде упускается самое главное. Вот это вот то, по сути, что Христос, как первосвященник, пришел, принес, написано, Он стал Сыном в доме. Дом Его мы, но Он стал тем, кто присутствует в этом доме. Я понимаю, и вот в первой проповеди или выступлении звучало, что мы должны понимать, понимать, что только познание о Христе, как Павел писал, является принципиально важным на этой земле для нас. Не потому, что мы узколобые какие-то странные люди. Поверьте, сегодня люди, которые изучают всякие оккультные вещи, энергетику там и прочее-прочее, философию, они интересные вещи для себя откапывают, и они считают, что христиане такое серое, забитое люди. Но на самом деле, если говорить об источнике силы и власти, если говорить об авторитетах в этом мире, то как раз таки то, о чем мы слышали и говорили, что слава Христа, которая дана Ему как устрояющему, как Тот, Который во всем доме выше Моисея, это не просто пустой звук, это то, почему в деяниях эти колдуны сжигали книги, потому что все эти духовные силы, все эти бесы, которые за ним стояли, колдовские духи, магии эти, чародейства, соприкоснувшись с реальностью Божьего Царства, оказались бессильны. Реальность Божьего Царства оказалась настолько превосходящей, насколько дом меньше ценен, чем строитель. Цена строителя бесценна, дом имеет конечную цену. Сила любого мага-чародея, любого демона, стоящего за ним, ограничена. Сила Христа безгранична, пред Ним преклонится всякое колено. Вот почему ценней говорить о Нем. Вот почему Иисус сказал, не радуйтесь, что бесы повинуются вам, возрадуйтесь, что ваши имена записаны у Него, в книге жизни, у Агнца, на небесах, знают о вас. Вот что приносит действительно радость. мы будем молиться уже. Я разошелся немножко и заканчиваю, да, заканчиваю, начиная, заканчивать. Кто-то нервно захихикал, думает, надеюсь, это шутка. Нет, это не шутка, я действительно начинаю заканчивать. Хорошо, друзья, почему церкви необходимо обновление? Коротко, перед нашей молитвой мы прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 3 глава с 14 стиха. Это отрывок, который посвящен периоду Ладикийской Церкви, как Богословы некоторые сходятся этот период в церкви, в которой мы живем, последний церкви, период именно определенных событий, но сегодня мы прочитаем, о чем здесь говорится. И ангелу Ладикийской Церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Вот если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Советуй купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою в дверь и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. И важный момент, который Иоанн пишет, имеющий ухо слышит, что дух говорит церквям. Это не обращено к миру, я подчеркиваю это, друзья, это обращено к церкви, к церкви ладикийского периода. И тут написана такая вещь, по сути, он дает какое-то определение теплого христианина и говорит, ты тепл, ты не холоден или не горяч. И есть определение, он не просто говорит, ну ты тепл, это теплый христианин. Для того, чтобы понимать, теплый я христианин или нет, мы посмотрим, что он имеет в виду здесь под теплостью. И он говорит, ты говоришь сам в себе, да, я богат, разбогател и ничем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, ниш, слеп, инак. Друзья, определение теплого христианина это то, по сути, что, наверное, даже отчасти представляет собой во многом современная церковь. Как бы это ни было обидно для кого-то, но мы должны признать это как факт, и я признаю это как факт. Определение теплости звучит так, ты говоришь, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Самодостаточность. Мы живем в эпоху огромной самодостаточности. сегодня современная церковь знает ответы на все вопросы. У нее нет больше открытых тем. Мы знаем все, как должно быть. Мы готовы учить обо всем, мы готовы рассказывать обо всем. Самодостаточность. Мы самодостаточны в финансах, мы самодостаточны в образовании, самодостаточны в теологии, в богослове, в изучении каких-то переводов. Мы самодостаточны во всем. У нас нет открытых вопросов. Мы становимся независимыми от Бога. Мы упываем на свои счета в банке, на финансы. Нам не за что переживать. Если раньше люди жили, погоды не было, не было урожая, они молились, они могли умереть с голода, то сегодня мы понимаем, мы самодостаточны. Мы живем в такую эпоху. Мы живем в эпоху ладикийской церкви, когда мы говорим, я разбогател и ни в чем не имею нужды. Если трансформировать или, скажем, перенести это на духовный момент, почему церковь нуждается все-таки в обновлении, что по сути здесь звучит противопоставление. Важный такой момент. Ты все знаешь, ты разбогател, у тебя все хорошо, ты не имеешь нужды, но если посмотреть на тебя под другим углом, глазами Божьими, оказывается, что ты на самом деле несчастен, слеп, наг, опустошен, у тебя ничего нет. И кто-то скажет, ну это очень сурово, это очень сурово, не надо говорить об этом, тем более вот в первый день Нового года. Друзья мои, пусть это отрезвит нас. Это как с математикой. Если сегодня я бы спросил, кто из вас уверен, что он знает математику, многие бы подняли руки и сказали, да-да, мы знаем математику. О, решите для меня эту задачу. И 90% бы отвернулось, особенно если это из 11 класса, например, для 10. Ну, родители, у которых дети подросли, и вы еще с ними решаете, то вы, может быть, и возьметесь. Это то же самое. Мы все любим и знаем математику, мы все уверены в своей математике, но когда дело доходит до практики, нашей математики не становится. Ее нет, она исчезает. Друзья, что-то подобное, Бог обращается к ладдикийской церкви и говорит, посмотри на себя другими глазами, глазами объективными, глазами со стороны. Когда ты живешь в этом мире, и в твою жизнь периодически накатываются проблемы, что ты делаешь, церковь Христова, к чему ты обращаешься? Я не пытаюсь кому-то сделать упрека, но, друзья, я знаю сегодня, о глядя и служении, которым я занимаюсь, статистику, огромное количество людей сегодня в церкви, они пользуются антидепрессантами, потому что они не могут выбраться из своих трудных ситуаций. Они находятся в поражении эмоциональном, разбитости. В многих семьях сегодня процветает насилие, извращение. Они не живут чистой христианской жизнью, они живут сегодня жизнью абьюзерства. Их дети непокорны в бунте и прочее-прочее многие вещи. Многие люди погрязли в порнографии, в телевидении, в соцсетях. Мы пропитались миром настолько, что мы перестали его замечать. Ладийский период характерен тем, что самодостаточность привела в нашу жизнь гордыню. Мы уверены, что у нас все хорошо. Мы разбогатели, мы не имеем ни в чем нужды. Но Бог смотрит на это со стороны и говорит, «Послушай, ты перестал видеть свое состояние. Ты перестал видеть, что в доме больше нет сына, больше нет присутствия Божьего, в доме больше нет Бога, но тебя это не волнует. Ты уверен в том, что все в порядке». И Он говорит, «Я тебе советую. Я тебе советую. Обратись ко Мне». И что Он советует и говорит? «Купи у меня золото, очищенное огнем, чтобы тебе богатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не была вина срамота твоей ноготы, и помазь глазною мазью глаза, чтобы тебе видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Бог говорит к нам, ко Мне. Он говорит, «Саша, не пренебрегай моими наказаниями в жизни, когда тебе тяжело. Я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты погиб с этим миром. Я хочу, чтобы ты был очищен, чтобы ты был истинной Церковью Христовой. Поэтому я буду продолжать тебя обличать и наказывать. Я люблю тебя. Я буду воспитывать тебя, как отец воспитывает сына». И вы знаете, друзья, перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы понимали, почему нам нужно обновление. Три такие вещи. Первое, то, что я говорил, церковь стала самоуверенной и перестала нуждаться. На это Евангелие от Матфея говорит, Иисус на горной проповеди, упоминает важный критерий духовного человека. Блаженный нищий духом. Блаженный нищий духом. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих, «Ибо их есть Царство Небесное». И здесь мы сходимся с тем, о чем Иисус говорил о рождении свыше. Кто не может увидеть Царство Небесного? Тот, который не рожден от Божьего Духа. И когда в откровении к Лаодикийской церкви он обращается и говорит, «Тебя поразила самоуверенность, ты все имеешь, ты разбогател, я ни в чем не имею нужды, ты утратил главное, ты утратил зависимость от Него, связь с Ним. Ты обогатился миром и перестал быть нищим духом». И кто-то скажет, «Вообще пошел сумбур, уже понесло пастора». Это переживание моего сердца сейчас. Я вижу, как то, что сегодня происходит в нашем сообществе христианском. Омершление, опустошение. Церковь потеряла силу. Когда мы говорим о том, давайте помолимся об исцелении, об изгнании бесов, о чем-то еще, многие люди просто смеются с этого. Сегодня большое количество людей, образованных, которые имеют, скажем, даже какое-то богословское образование, они скажут, это уже не те времена. Конечно, это касается, может, других динаминаций, мы скажем, но, друзья мои, Церковь утратила способность приходить к своему Богу за помощью. То, чего на протяжении Ветхого Завета всегда ее сопровождал, Божий народ, сверхъестественная Божья помощь. И потому, когда Бог говорит сегодня об обновлении, Он говорит, перестань быть самодостаточным, блаженный нищий духом, блаженный тот, кто жаждет Бога, у которого постоянно продолжают быть вопросы к Нему, ищущий находит, и стучащему отворяют. Он сам говорит, я стою у двери и стучу, сможешь ли ты услышать мой голос, или твоя самодостаточность затмила глаза, ты не нуждаешься больше в этих молитвенных переживаниях с Иисусом, тебе не нужно больше склоняться перед Его Голговским крестом и проводить с Ним время, потому что все хорошо, потому что самодостаточен. Друзья мои, это первая причина, почему Церковь нуждается в обновлении, удалить самодостаточность, стать Церковью, блаженной нищим духом, которое Царство Небесное наследует, из нее состоит Царство Небесное. Вторая причина, не менее важная, и мы будем сейчас молиться, Церковь стала заложником плоских земных категорий. Если вы почитаете внимательно то, что здесь говорится в Откровении Ладикийской Церкви, Бог перечисляет свои ценности, многие из вас, многие из них окажутся для вас странными. Он говорит, я тебе советую купить золото, очищенное огнем, глазную мач, чтобы помазать глаза, и белые одежды, чтобы прикрыть с армату Наготы, и мы думаем, о чем это вообще? Какие белые одежды, какая глазная мась, какое очищенное огнем золото? А знаете почему? Потому что, если вы проанализируете контекст современных проповедей в церквях, из них практически ушли темы, связанные с освящением, очищением, святостью, праведностью, богобоязненностью, страхом Божьим, хождением перед Богом, исполнением духом, и прочее, и прочее. Вы удивитесь, но проанализируйте современный интернет, интернет-ресурсы. Знаете почему? Потому что Библия говорит, что в последнее время будут выбирать учителей, которые льстили бы слуху. Тренды будут задавать то, о чем проповедует проповедник. Проповедники будут, не исполнявшись духом говорить, они будут искать, что сегодня популярно. Откройте современный Инстаграм, вы увидите огромное количество курсов про курсы, курсы про то, как надо быть правильным папой, мамой, женой, семьей, бабушкой, дедушкой там и прочее, прочее. Почему? Потому что это популярно сегодня. Люди пытаются найти ответы на свои вопросы и находятся много учителей, которые готовы им угождать их слухом. Но если вы там в этих своих курсах вдруг заговорите о святости Божьей, о грехе, о том, что богобоязнна жизнь, если вы откроете курс об интимных отношениях и там скажете, что нельзя заниматься вот таким-таким-таким видом секса, вам просто скажут, о, это старье, это не модно, это анафема, все, пошел вон отсюда, не нужны нам твои курсы, мы платим деньги тебе за что? За то, чтобы ты разрешил нам грех, за то, чтобы ты разрешил нам извращение, за то, чтобы ты их красиво одел в Библию и сказал, что это теперь богоугодно Господу. Если вы скажете сегодня современным христианам, что алкоголь – это зло, вас побьют камнями, фактически, потому что сегодня модно стало соседствовать с этими явлениями. друзья мои, я хочу сказать, что мы перестали даже во многом понимать божественные категории такими, какими они были раньше. Мы двигаемся к окончанию, потому что я так вот долго могу, мне надо остановиться, я могу долго так изливать вам боль в своего сердца и переживания, но последнее место священного писания, это точно последнее Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих, третья причина, почему церковь действительно нуждается в обновлении, церковь потеряла силу являть свет, быть солью, церковь потеряла эту самую главную силу. И вот Библия на эту тему говорит, вы соль земли, если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Это очень хороший вопрос, задумайтесь, если соль потеряла силу, чем сделать ее соленой? Сущность, соленость соли заложена в ее природе. Если церковь потеряла божественное присутствие в себе, чем сделать ее божественной? Ничем. Не поможет никакие методы современные, ни технологии, никакие программы, проекты, тренды, направления, динамика, дизайны и прочее, прочее. Солености вам не добавит ничего. Потому откровение говорит, покайся, обратись ко мне, обновись, приди к Господу. Сила церкви не в ее служителях, в самой церкви. Церковь, в которой живет Иисусом Христом. Давайте поднимемся сейчас. Я наговорил много, может быть, такого откровенного, личного. Если кого-то это зацепило, ранило, просто простите меня, простите мое неразумие. Но я говорю о том, что сегодня переживает мое сердце. Я жажду того, чтобы в этом новом году церковь Вифиль была церковью по сердцу Господа. Церковью, в которой бы горел и присутствовал Дух Божий. Чтобы каждое собрание было подобно тому, как горит костер, в котором есть Божий огонь, Божья среда, Божье присутствие. Я молюсь, чтобы сегодня каждый человек мог глубоко внутри переосмыслить свои отношения с Духом Божьим, с Иисусом Христом. Субтитры создавал DimaTorzok